МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Народное голосование в Чувашии обсуждает возвращение к системе прямых выборов глав и глав администрации городов и районов. Долгая реабилитация. Помочь восстановиться после коронавирусной инфекции помогут специалисты. Узорчатый занавес. Профессиональный театр Чувашии готовится к традиционному конкурсу. Инвестировать в будущее четко понимает цели и задачи. Столица расширяет условные границы и готова задействовать в реализации инвестиционных проектов возможности всей чебоксарской агломерации. Об этом говорили на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. В нем принял участие глава республики. Депутаты подвели итоги социально-экономического развития столицы. Год был непростым. Экономика пострадала от пандемии. Бюджет не получил в полном объеме все ожидаемые налоги. Но все национальные проекты, городские программы были выполнены. Об этом рассказал в своем докладе глава администрации Алексей Ладыков. Комфортная городская среда, безопасные и качественные дороги, новое жилье, реконструкция, ремонт образовательных учреждений, строительство очистных сооружений. Этот перечень можно продолжить. В прошлом году в городе реализовывались 82 инвестиционных проектов общей стоимостью около 18 миллиардов рублей. 8 из них были завершены. В ближайшие годы продолжится реализация 88 инвестиционных проектов общей стоимостью 21 миллиард рублей с созданием более 3000 новых рабочих мест. Столица стремится к международным стандартам качества жизни. Открытые пространства, многофункциональные дворовые площадки, скверы и набережные становятся любимыми местами отдыха. Возглавляет их рейтинг Красная площадь. Мне, конечно, важно было и, считаю, как и всем горожанам, обратить внимание на дальнейшее формирование и развитие залива, Красной площади, Московской набережной, развитие того бренда, над которым мы с вами много лет работали, что Чуваши – это центр речного и проездного туризма. Большое внимание было уделено столичным магистралям. Сугутский мост, проспекты Ивана Яковлева и тракторостроителей отвечают современным требованиям. В Чебоксарах поэтапно идет транспортная реформа. Социальная инфраструктура тоже получила дальнейшее развитие. В бюджете нашли средства на капитальный ремонт трех школ, 13 детских садов. В этом году уже заложены средства на капремонт семи школ и 11 детских садов. В 2020 году построили новую современную школу на 1600 мест в микрорайоне Новый город. Была также поставлена задача на 2021 год реализовать нехватку мест в школах. В этом году начнется строительство новых школ в новых микрорайонах. Это микрорайон университет, микрорайон Радужный и микрорайон Лента Новоижного района. То есть это снимет определенную социальную напряженность. Школы тоже будут новые и современные. Более трех миллиардов рублей на реализацию социально значимых проектов столица получила из федерального и республиканского бюджетов. В этом году дополнительно предусмотрено около полутора миллиардов рублей. Однако глава республики считает, что дальнейшее развитие столицы нельзя рассматривать отдельно от Чебоксарской агломерации. Это важные составляющие, они фундаментальные составляющие для того, чтобы мы понимали. И самое главное, когда мы с вами запланируем такого рода видение развития городской агломерации города Чебоксары, мы автоматически с одной стороны сами будем понимать, что нам надо делать, с другой стороны мы даем четкий сигнал бизнесу. Бизнес, который будет понимать, как будет развиваться городская агломерация, как будет развиваться та или иная инфраструктура и соответствующим образом либо будет участвовать в рамках реализации государственного частного партнерства, либо будет реализовать свои бизнес-проекты. А здесь мы уже с вами можем с ними как раз совместно договориться. Реализация таких амбициозных задач невозможна без участия жителей. На их поддержку рассчитывают и столичные власти, и глава республики. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Об исполнении республиканского бюджета за прошлый год говорили сегодня на очередном заседании Кабинета министров Чувашской республики. Республиканский бюджет Чувашской республики в прошлом году по доходам исполнен в объеме более 70 миллиардов рублей. Это почти на 20% выше запланированного. Мы занимаем пятое место по динамике, по налоговым доходам. Ну и по основным составляющим доходной, собственной доходной базы мы тоже выглядим достаточно неплохо. В условиях, на наш взгляд, пандемии и кризиса достаточно неплохие показатели, что подтверждается нашими показателями относительно субъектов ПФО. Расходы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26%. Наибольший рост расходов отмечается по таким направлениям, как здравоохранение, социальная политика, культура, охрана окружающей среды и ЖКХ. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Бахтиар Велиев, Республика. На заседании Кабинета министров обсудили изменения в федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. В федеральном законе о долевом строительстве уточняется понятие проблемный объект. Будут установлены нормы, защищающие права граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Кроме того, в связи с тем, что полномочия публично-правовой кампании Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, были дополнены функцией по завершению строительства объектов незавершенного строительства, из закона Чувашской Республики предлагается исключить мероприятие в части предоставления субсидий из республиканского бюджета на размещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным застройщикам на цели завершения строительства проблемного объекта. Жители Республики высказались за прямые выборы глав муниципалитетов. Результаты общественных слушаний представили на заседании Общественного совета при главе Чувашии. Кроме этого, эксперты обсудили и ситуацию на рынке труда. Подробности далее. Общественные слушания по вопросам совмещения полномочий глав местного самоуправления, руководителей администрации муниципалитетов и их выборности проводились в начале года в каждом муниципалитете. Учитывая предложение рекомендаций граждан, являющимся участниками общественных обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились эти общественные обсуждения, следует отметить, что большинство участников высказали за выборность главы города и главы администрации в одном лице. По словам Натальи Портасовой, жители муниципалитетов считают, что выборность глав более демократичная процедура. Но все равно необходимо продолжить обсуждение этой темы в районах и городах Чувашии. Олег Николаев предложил подключить к этому средства массовые информации и соцсети. Вопрос выборности глав будет обсуждаться и в Государственном совете. Депутаты, изучив общественное мнение, примут решение об изменении закона о выборах в Чувашской республике. На заседании Общественного совета также обсудили вопрос подготовки кадров для экономики региона. Согласно исследованию, в котором приняли участие более 900 предприятий и организаций, на рынке труда есть диспропорция. Сокращается число работников, но растет число вакансий. Больше всего их в обрабатывающих производствах, образовании и ЖКХ. Самыми востребованными профессиями в 2020 году были слесарь, водитель, швея и повар. В республике по-прежнему переизбыток бухгалтеров и юристов. Ректор Чигу Андрей Александров решение проблемы видит в ранней профориентации. Мы на это в последние годы, на вот эти вызовы реагируем следующим образом. Вот у нас инженерные классы, Андрей Евгеньевич Макушев присутствует здесь, у них в университете агроклассы, хорошо работающий проект, мы с ним прекрасно знакомы. В педагогическом университете педагогические классы профильные, но сколько их возникает вопрос. Можем ли мы очно, ногами, личным присутствием охватить все сотни и сотни школ Чувашии? Конечно же нет. Поэтому здесь стоит вопрос, конечно, онлайн-охвата и подготовки программ для профильных классов. По мнению руководителей вузов, необходимо проводить ежегодный мониторинг востребованности кадров, организовывать целевой набор по направлениям. На совещании также прозвучало поручение членам общественного совета почаще встречаться на местах, чтобы помочь в решении проблемных вопросов. По тем обращениям, которые приходят и лично ко мне, и через Центр управления регионами по социальным сетям, видно, что население волнует вопросы совершенно в разной сфере. Это только добавит глубину проникновения нами всеми в проблематику вопросов, которые происходят в общественной жизнедеятельности, в различных муниципалитетах, и тем самым позволит где-то, может быть, принимать более такие содержательные, более выверенные решения. Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления. Периодически полномочия по выполнению тех или иных задач с местного уровня переводят на муниципальный, с муниципального на региональный и наоборот. В основе целесообразность. На каком уровне проще решать те или иные задачи, туда и уйдет бюджетное финансирование. На заседании обсудили механизм обеспечения жильем малоимущих граждан, вопросы водоснабжения сел и деревень, организацию библиотечного обслуживания населения. Для повышения эффективности использования бюджетных средств, внешний финансовый контроль по поручению главы республики от муниципалитетов передается контроль на счетной палате Чувашской республики. Палата уже разработала дорожную карту. Заключены соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с четырьмя пилотными муниципалитетами – администрациями городов АллатРь, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля. Соглашения начинают действовать с 1 апреля 2021 года. По данным Минэкономразвития Чувашии, около 80% всех запланированных мероприятий реализовано. Но есть и проблемы. К примеру, в ближайшее время надо решить вопросы по численности сотрудников МФЦ, технического оснащения рабочих мест, деятельности колл-центра при МФЦ. Остро стоит вопрос по распределению полномочий по обращению с животными без владельцев. Трудно найти подрядные организации, которые бы осуществляли отлов. В местных бюджетах не хватает средств на строительство и содержание приютов. По статистике, более 20 тысяч жителей Чувашии переболели COVID-19. Почти у 80% после болезни возникли осложнения. Лечить их должен только врач. На что надо обратить внимание, в первую очередь, в материале нашего корреспондента Ольги Семеновой. Как пахнет копченая колбаса и курица, знают все. Но большинство тех, кто переболел коронавирусом, не могут различить их на запах и вкус. Есть и такие, для кого эти продукты стали и вовсе неприятными. Долгое отсутствие обоняния, одышка, провалы памяти, слабость, проблемы со сном и эмоциональное истощение. Все эти признаки не сразу стали ассоциироваться с осложнениями после опасного вируса. Понимание пришло позже. Я не чувствовала запахов. Я перестала чувствовать запахи совсем. Теперь для меня мясо – это не мясо, творог, не творог. И вот от этих продуктов вкус такой испорченный. Мне не нравится. Стараюсь не есть. Относительно вкуса. Вкус вернулся где-то наполовину. То есть он слабее намного, чем был. И, как у многих, я знаю, переболевших ковидом, вкус изменился. То есть некоторые продукты, мне кажется, совершенно иными. Мой любимый зефир, в состав которого входит пектин, это на основе белка. Я чувствую у него привкус очень несвежего, скажем, вежливого мяса. По прогнозам врачей, восстановление обоняния и других жизненно важных показателей может происходить очень долго, даже в течение нескольких лет. Вирус находит те тонкие и слабые места, которые есть у пациентов, на которые они, может быть, в повседневной жизни не обращали внимания, пока не перенесли коронавирусную инфекцию. Все это связано с нарушением поступления и доставки кислорода к органам и тканям. То есть происходит кислородное голодание, которое приводит к таким неприятным симптомам, последствиям. Для того, чтобы вернуть утраченное здоровье, для переболевших ковидом подготовили программу реабилитации. Александра Титова заразилась опасным вирусом в июле прошлого года. Кашель и слабость сопровождали женщину почти полгода. Неприятные ощущения в груди есть. Одышка. Она как-то сразу незаметна была. Я заметила уже, когда зима началась. В процедуру мне прописаны электрофорез, магнит, рефлексотерапия, то есть это иглоукалывание, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, занятия с психотерапевтом. И очень нравится, конечно, всем здесь, вот не только мне, кислородный коктейль. Медики советуют больше быть на свежем воздухе. Активные динамичные прогулки помогут восстановить в организме нарушенный баланс. В республике работает проект «Экологические тропы здоровья». Профессиональные тренеры возвращают переболевших к привычной жизни. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Работодателям, которые трудоустраивают безработных, стоящих на учете в органы службы занятости населения, будут возмещать затраты. Общий объем средств на одного работника составит около 50 тысяч рублей. Средства на оплату труда будет возмещать Фонд социального страхования. Деньги будут перечислять частями. Первый платеж в размере 12 792 рублей поступит после того, как работник отработает месяц. При этом у работодателей не должно быть задолженности по заработной плате, уплате налогов и сборов. Данная мера поддержки будет востребована не только юрлицами, но и индивидуальными предпринимателями. Данная программа даст возможность трудоустроить как минимум тысячу безработных, которые длительно состоят в органах службы занятости. Одна из главных задач, которую должна выполнить программа, это трудоустроить лиц предпенсионного возраста, женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников вузов. Для участия в конкурсе работодатели должны оставить заявку на портале «Работа в России». В конце марта традиционно проходит республиканский конкурс театрального искусства «Узорчатый занавес». Его история насчитывает уже 21 год. На суд профессионального жюри выдвигают самые интересные работы. «Узорчатый занавес» – одна из самых ожидаемых церемоний года. Перед началом конкурсной недели волнуются даже признанные мастера. Оценивает спектакли профессиональное жюри. В их числе театральные критики из Республики Башкортостан, Нижнего Новгорода и, конечно же, наши, известные деятели культуры и искусства. Смотр проходит во многих регионах. Это очень хороший мастер-класс для театров Республики. Возможность, естественно, сверить художественные часы, посмотреть работы своих коллег и понять, на каком ты свете. Страшно полезно в плане профессиональном. Надо еще будет обдумывать, осмысливать то, что мы увидели, нужно время. Но совершенно понятно, что это какое-то продвижение творческое вперед. Чувашский государственный театр оперы и балета выдвинул на конкурсе два спектакля. Это опера Винченцо Беллини «Капулетти и Монтеки», премьера которого состоялась в ноябре 2020 года, и музыкальная сказка Никиты Удочкина «Царевна-легушка». Театр юного зрителя тоже постоянный участник творческого конкурса. Его особая аудитория требует тщательного подбора репертуара. Постановка «Белосняшка и семь гномов» мотивом сказки «Братьев Гримм», романтическая феерия мюзикл «Алые паруса», поставленная по пьесе Павла Морозова «Ассоль» были с восторгом приняты зрителями. Эти спектакли тоже номинанты на узорчатый занавес. Потрясающее мероприятие, поскольку в нем, как никто и никогда, можно увидеть всю палитру актеров. Актеры, конечно же, разные и по подготовке, и по образованию. Но, что самое интересное, с этими актерами работают разные режиссеры. Не только нашего, так скажем, масштаба нашей республики, но еще и приезжие. Это очень радует. Во Всемирный день театра 27 марта жюри определит победителей в нескольких номинациях. Лучший спектакль года, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшее музыкальное оформление спектакля и других. Заявки на участие в театральном конкурсе подали все профессиональные театральные коллективы. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде были разыграны медали всероссийских соревнований по чирспорту «Кубок Горького». Участниками масштабных состязаний стали порядка двух тысяч спортсменов. Спортивную честь Чувашии защищали воспитанники столичной федерации чирспорта и чирлидинга. Подопечные Дениса Куртыгина собрали достойный урожай наград. Обладателями золота среди взрослых стали Анна Назарова и Дмитрий Смирнов. Наши юниоры Ксения Зеленцова и Александр Васильев положили в копилку сборной Чувашии награду бронзового отлива. Есть и командная победа. Это были главные новости среды 24 марта. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова